Приветствую! Это ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Это та самая статья, которая предусматривает наказание за уклонение от мобилизации. И она предусматривает один единственный вид наказания – это лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Хочу обратить ваше внимание, что данная статья касается не только резервистов, а всех военнообязанных. Дело в том, что люди, читая эту статью, очень часто задают мне вопрос, мол, почему ты на нее ссылаешься, ведь там написано, что она касается именно резервистов, а я же не резервист. И вот здесь давайте сделаем такое отступление, посмотрим еще раз эту статью, и я поясню, почему же она касается всех военнообязанных. Вот эта статья, и если мы ее читаем, то что мы видим здесь? Здесь ухиление від призову на військовую службу під час мобилизации на особливый период, на військовую службу за призовым осіб с числа резервистов в особливый период, касается позбавлением воли на срок от 3 до 5 лет. И вот люди, увидев, что здесь идет речь про резервистов, говорят, а здесь же ничего про военнообязанных. Но на самом деле здесь все сказано. Как нужно понимать эту статью? Ее нужно разбивать на две, вот предложение, вернее, вот это нужно разбить на две части, потому что в нем указано два вида воинской службы. Первый вид воинской службы – это призов на військовую службу під час мобилизации на особливый период, то есть это самостоятельный вид воинской службы, а второй вид воинской службы – на військовую службу за призовым осіб с числа резервистов в особливый период. Это отдельный, самостоятельный вид воинской службы. И вот уклонение от каждого из них и карается по этой статье. Естественно, вы можете сказать, это ты сам придумал какие-то виды воинской службы и нам тут рассказываешь. Но нет, я вам подтвержу свои слова сейчас. Вот здесь мы видим часть шестую статьи 1 закона Украины о воинской обязанности и воинской службе. Где сказано как раз о видах воинской службы, перечень их дат. И вот смотрите, вот один вид службы, да, строковая військовая служба. Кстати, многие говорят, что ее отменили совсем. В законе ее никто не отменил, она есть. Військовая служба за призовом під час мобилизации на особливый период. Это другой вид воинской службы. Тот призыв, который как раз сейчас идет и который касается всех военнообязанных. И если мы вот пролистаем сюда вниз, мы увидим, что здесь есть и такой вид воинской службы, як військовая служба за призовом осип с числа резервистив в особливый период. Думаю, теперь ни у кого нет сомнения, что это два разных вида воинской службы. И за каждой из них понесет ответственность тот человек, который попадает, соответственно, под этот призыв. Резервист под, соответственно, призыв резервистов военнообязанный под призыв в связи с мобилизацией. За декабрь месяц 2023 года суды вынесли 105 условных приговоров за уклонение от мобилизации и 29 реальных приговоров. Причем в реальный я включаю сюда и те приговоры, которые пересматривала апелляция. И апелляция из условного сделала приговор реальным. Так вот, в совокупности таких приговоров реальных 29. Говоря о реальных приговорах, я имею в виду те случаи, где люди понесли наказание в виде лишения свободы. И, как правило, у всех там оно получилось в виде лишения на срок 3 года. Соответственно, эти люди из зала суда, они пойдут уже в места лишения свободы и будут отбывать наказание. Условные приговоры – это те приговоры, которых людей признают виновными, но отпустят уже в зале суда. И они ночевать будут дома, ну и жить дальше, скажем так, обычной жизнью. Только там ходить в пробацию, отмечаться. И там кому-то, может, нужно будет проходить курсы или что-то подобное. Так вот, на что хочу обратить ваше внимание. Соотношение реальных и условных приговоров. 29 к 105. Вспомните, в свое время мы говорили, что реальных приговоров очень мало, потому что там на 100 приговоров условных было 4-5 реальных. На сегодняшний день на 105 приговоров условных мы имеем 29 реальных приговоров. То есть тенденция к увеличению количества реальных приговоров, она сохраняется. И вот началась она там серьезно в 2023 году. И с тех пор количество реальных приговоров растет и растет и растет. И мы видим, что за месяц, по сути, треть приговоров уже выходим на реальные приговоры. Это я, знаете, акцентирую внимание тех людей, которые вот очень часто там в комментариях можно услышать такую мысль, что мол, ой, да что там, это 336-я, не страшно, мол, все равно получу условный приговор. Не факт, не факт. Что касается тех людей, которые получили условный приговор, можно ли их призвать в связи с мобилизацией, можно ли им выдать повестку, в том числе повестку на отправку. И можно ли их повторно, если они откажутся от повторного призыва, привлечь к уголовной ответственности. На сегодняшний день ответ однозначный, да, ничто не мешает такому человеку вручить повестку в ТЦК и ЭСП. И если этот человек будет отказываться от мобилизации, ничто не мешает привлечь его к уголовной ответственности. И почему я говорю, что ответ однозначный, да, потому что на сегодняшний день уже, как минимум, есть один приговор, где именно так и произошло. Человеку давали повестку, он отказался, его признали виновным, дали условное наказание, а потом ему дали еще там две или три даже повестки, от которых он отказывался. И в итоге его привлекли к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации еще один раз и дали уже реальный срок. Подробнее об этой ситуации я снимал отдельное видео, ссылочку оставлю в описании к ролику, чтобы вы могли там подробнее ознакомиться с этим делом, потому что оно достаточно интересное. Вот такая ситуация складывается по статистике приговоров на 2023 год, на декабрь 2023 года. Я подробно разбирать там никакие приговоры не буду, потому что мне кажется, что это будет, ну, скорее тратой вашего времени. Почему? Потому что никаких там, ну, таких уникальных, интересных приговоров не было. То есть они все по сути стандартные, если можно так выразиться, да. Ну, вот, условно применим такой термин. Вот, поэтому здесь у меня все. Если вы считаете данную информацию полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok